Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Грандиозная афера ценой в более полумиллиарда рублей. Финансовая пирамида раскинула сети от Санкт-Петербурга до Самары. После ста лет жизнь только начинается. Журналистам показали, как преобразилась двухэтажка после капремонта. С песнями и в приятной компании. Самарские студенты сегодня устроили субботник на Крымской площади. Он испытывал двигатели для Юрия Гагарина. Репортаж о живой легенде старейшем авиационном инженере Вадиме Пикуле. Не хочешь жить на помойке – плати. Жители частных домов приучат к экологической культуре. Организатор финансовой пирамиды Invest Oil вскоре предстанет перед судом. Житель Самарской области Владимир Романов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за три года создатели финансовой группы Invest Oil присвоили около 600 миллионов рублей. Офисы компании работали в трех городах – Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге. Свои деньги в финансовую пирамиду вложили более 1800 человек. Уголовное дело насчитывает 220 томов. Так называемую финансовую группу активно рекламировали в СМИ и интернете. Вкладчикам обещали за короткое время – от трех месяцев до полутора лет – доход до 30% от суммы вклада. Сначала даже выплачивали проценты. Финансовую пирамиду позиционировали как преуспевающее агентство недвижимости, которое получает прибыль от золота перерабатывающей промышленности. За мошенничество в особо крупном размере организатору пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы. Была развернута рекламная кампания с целью получения от граждан денежных средств в виде инвестиций. Сама по себе инвестойл функционировала по принципу финансовой пирамиды. То есть гражданам обещались какие-то баснословные проценты за вклады, но какой-либо деятельности законной эта организация не осуществляла. Экстренная посадка в Самаре. В аэропорту Курумыч из-за плохого самочувствия пассажирки приземлился самолет, который следовал по маршруту Москва-Алма-Ата. На борту аэробуса было 147 человек, в том числе молодые спортсменки-дзюдоистки, которые летели с соревнований. По предварительным данным, одной из них 17-летней девушке стало плохо. Как пояснил ее тренер, девушка ранее получила травму шеи и головы. В полете потеряла сознание. Из аэропорта спортсменку доставили в больницу Середавина. В этом году в Самаре закончат основную работу по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал на итоговой коллегии Министерства транспорта России. Доклад касался готовности дорожной сети региона к проведению игр Чемпионата мира 2018. Продолжается строительство мостового перехода Фрунзенский. Ведутся работы по реконструкции магистрали стратегического значения Волжский аэропорт Курумыч и Московского шоссе. Модернизируется дорожная сеть вблизи стадиона. Строятся новые автодороги, арены 2018 и дальние. Ведется строительство трамвайной ветки, ремонт дорожного полотна на улице Ташкентской. Мы с вами проехали по всем дорогам, проверили качество. Вы сами это видели. На 2017 год у нас запланировано на это 4,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 1,857 миллиарда и из регионального бюджета 2,8 миллиарда. Мы построим в этом году 150 километров новых автодорог в рамках этой программы. 52 дороги построим и отремонтируем. 52 дороги в Самаре, 18 дорог в Тольятти, 9 автодорог в Новокуйбышевске, в Жигулевске 6, в Кинале 4 и 3 в Чапаевске. Он проводил испытания двигателя Гагаринского Востока и строил легендарную лунную ракету – последнюю мечту Королева. Судьба изобретателя Вадима Пикуля не раз забрасывала на передовую современные техники. Он занимался крылатыми ракетами и подводными лодками. О своей работе сегодня рассказал молодому поколению. С изобретателем познакомилась и Валерия Макарова. Жизнь всегда толкала на передовую, вспоминает Вадим Николаевич Пикуль. Новая техника и новые технологии стали делом его жизни. Более 50 лет назад он испытывал двигатели для ракеты Гагарина. Из 15 комплектов нужно было выбрать один лучший. Испытания проводили на специальных стендах. В то время по возрасту я просто испытывал, готовил стенды. А потом уж научился по цвету, по ламени. Начал уже по этому факелу кое-что узнавать. И каждый двигатель, оказывается, по-своему живет. Вадим Пикуль – автор более 60 изобретений. И не только в области двигателестроения. Его научные интересы удивляют разнообразием. Способ взлета двухступенчатой ракеты, работа подводной лодки и даже проект плавучей лаборатории для дрейфа во льдах. Интереснее всего узнать то, как происходили эти открытия, как человек пришел к такому озарению, что привело к таким открытиям. Вадим Пикуль считает, что любовь к науке и изобретательству прививается с детства. И потому с удовольствием встречается со школьниками и студентами, чтобы рассказать о своем опыте. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Сделать Самару чистой и красивой, под силу каждому. Соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды подписал глава города Олег Фурсов и представители политических партий. Документ подразумевает объединение усилий в наведении порядка в Самаре. Свои подписи под этим соглашением уже поставили 46 общественных и коммерческих организаций. Так строительные компании выступили с инициативой на субботниках привести в порядок деревянные дома в историческом центре Самары. Теперь активными участниками весенней уборки станут и политики. Несмотря на разницу политических взглядов, нас объединяет общая забота о городе. И это, наверное, надо идеологическое какое-то понятие. И оно поэтому очень близко людям, понятно всем. И я искренне рад, как глава города, что мы в этом вопросе нашли понимание. Вот этот инструмент, который выбран сегодня, подписание соглашения, это говорит о чем? О том, что предлагается очень хорошее дело создать чистый, уютный, комфортный город. Я считаю, что данное соглашение вовремя подписали. Необходимо действительно засуществить рукава и заняться уборкой и чистотой нашего любимого города. Заключи договор и выбрасывай мусор спокойно. Жители частного сектора, которые не хотят платить за вывоз мусора, штрафуют. Почти половина домовладельцев Самары до сих пор не заключили договора. Чем это грозит, расскажет Марина Матвейшина. Каждому свой контейнер. Улица Меликевская в поселке Зубчининовка чистая и аккуратная. Жители выбрасывают мусор в личные баки. Опустошают их регулярно. Два раза в месяц приезжает мусоровоз. Вы платите за вывоз мусора? Ну да. А зачем? Ну как зачем? Чтобы чисток у дома был. Зачем? Договор на вывоз мусора жители Зубчининовки заключили уже давно. Цена за чистоту 65 рублей в месяц с человеком. При этом владельцы коттеджа на девятой просеке считают эту сумму баснословной. И уже несколько лет игнорируют призывы заключить договоры. Мы регулярно обходим домовладения. Раздаем брошюрки гражданам. Информируем их о том, что нужно заключать договора. Информируем их об административной ответственности. Штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, если у людей нет договора. Также информируем их о том, что нельзя складировать строительные отходы, древесные отходы в бункера. Они предназначены только для ТБО. На сегодняшний день на территории городского округа охвачено порядка 51% договоров заключенного с частным сектором. Все мы понимаем, что это мало. Образуется сверхнорматив отходов. Переполнение площадок идет. Жители частного сектора не желают платить за вывоз отходов. Но власти не могут позволить, чтобы контейнеры и бункеры переполнялись и превращались в свалку посреди города. Потому мусоровозы ежедневно приезжают и забирают отходы на полигон. Мусор, вывезенный сверх оплаченного жителями объема, компенсируют из городского бюджета. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. С заводными песнями в приятной компании и под весенним солнцем студенты высших и среднеспециальных учебных заведений вышли на первый городской субботник. Почти 200 ребят совместно с Самарским домом молодежи и активистами молодежного движения «Чистый город» убирались на Крымской площади. Раскидывать снег и собирать мусор им помогал Андрей Горгуленко. В Самаре наконец-то установились теплые деньки. И чтобы помочь весенней траве пробиться к солнышку, на первых городских субботниках необходимо разворошить снег, чем сегодня с удовольствием и занимались студенты Самары. Ирина Сидорова – координатор группы. За ее плечами уже не одна городская уборка. Ирина уверена, что ее личный пример вдохновит сокурсников. Ну вообще чистоту, да. Я считаю, что нужно поддерживать. Начинать нужно с себя. Каждые порывы к чистоте. И прежде чего убираться дома, потом убираться на улице, в собственном городе. И от этого жизнь счастливее станет. Чтобы внести в скучный процесс интригу, организаторы разделили ребят на команды. Те, кто соберут наибольшее количество мешков с мусором, получат подарки. В этом году у каждого молодежного субботника будет своя тема. Часть будет посвящена победе в Великой Отечественной войне. Часть – Году экологии. 12 апреля в парке Гагарина главная тема – покорение космоса. А благоустройство Крымской площади проходило под девизом «Россия и Крым вместе навсегда». Объединившись этой замечательной тематикой, прекрасно, на мой взгляд, убрались на территории Крымской площади. По опыту прошлых лет видно, что ребятам интересно принимать участие не просто в действии, но еще и в таком развлекательно-познавательном характере они проявляют себя наиболее активно. Благоустройство проводят по программе «Молодежь Самары». Ее основная цель – создание условий для социального становления молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах всего общества. Она помогает студентам воплощать свои социально значимые проекты, а также способствует развитию молодежной политики. Идея акции заключается в том, что молодежь убирает те площадки, где потом будет летом отдыхать, гулять, наслаждаться прекрасными самарскими видами, прекрасным самарским летом. На самом деле очень здорово, что молодежь откликается на такие призывы, приходит. Ну а наша задача как организаторов – обеспечить им все условия для того, чтобы они могли свою активность пустить в мирное, в созидательное русло. Столь полезная акция на Крымской площади стала первой в большой череде экологических праздников с участием молодежи. Активисты движения «Чистый город» поработают в каждом районе Самары. До 21 апреля планируют организовать 15 субботников. После уборки студенты еще долго не хотят расходиться. Ну, вы сами видите, мои дети все танцуют, это все мои, пляшут, поют. Настроение, в общем, очень веселое, задорное. Я думаю, они передадут остальным. У меня еще третьи курсы, они тоже пришли у меня, пришли добровольно, сами. Поработал «Отдохни» – под таким девизом проходит яркий городской проект. Самые активные участники «Месячника по благоустройству» получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии и концерт звездного коллектива на площади Куйбышева 22 апреля. А также купоны на скидки в супермаркетах. Кроме того, в качестве поощрения предусмотрена выдача цветочной рассады и саженцев деревьев для тех, кто наиболее эффективно сумеет навести порядок в своих дворах. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Алина Чемерес. Каждый месяц одинаковой суммы не будет. Она будет меняться от вашей оплаты, от ваших потреблений. Правильно. В одном месяце вы там 4 куба потратили, в другом вы 3. И вот так будет платиться. В зависимости от того, сколько из расходов. Да, и потребление сколько будет. Работники управления соцподдержки терпеливо объясняют, как теперь будет выплачиваться компенсация за коммунальные услуги. Изменения вступили в силу с этого года. Вместо единовременной выплаты, которая назначалась по нормативу, возмещать затраты будут согласно тому, сколько света, воды и газа израсходовано по факту. Размер компенсации и на какие виды услуг она распространяется, зависит от категории, к которой относится льготник. Татьяна Александровна Нурдыгина, житель блокадного Ленинграда. Ей было 2 года, когда началась война. Инвалид второй группы Татьяна Александровна раньше получала компенсацию 2000 рублей. Теперь сумма изменилась. У меня увеличилась компенсация на 1000 рублей. Я советую получать больше. Конечно, я больше довольна. Я считаю, что все сделано правильно. И даже благодарна. Всего в регионе более полумиллиона льготников. Большинству из них компенсацию уже начислили. Тем, кто еще не получил выплату, ожидать ее стоит в середине апреля. Возмещать расходы на коммунальные услуги не будут лишь тем, у кого есть долги. Но и здесь все индивидуально. Если льготник полностью оплатил квитанции за свет, но задолжал за воду и газ, по первому пункту затраты компенсируют, по остальным нет. Также при расчете учитывается жилплощадь. Если она меньше 33 квадратных метров, компенсацию начисляют по факту. Если больше, по нормативу. Чтобы не лишиться выплат, льготников предупреждают. При переезде в течение 10 дней обязательно нужно уведомить управление соцподдержки о новом месте жительства. Забывают люди, не обращают, не уделяют этому должного внимания. В результате те сведения, которые есть у нас, они не совпадают с теми данными, которые есть. Например, у поставщиков жилищных, коммунальных услуг, федеральной адресной информационной системы и так далее. По сути, 12 782 человека. Мы должны все-таки уточнить, где этот человек живет. Потому что по нашим базам данных у нас есть такой льготополучатель. Это не умершие люди. То есть это значит, что они просто переехали. Рассчитать самостоятельно, какой теперь должна быть компенсация, в каждом конкретном случае сложно. Мало знать тарифы ЖКХ и нормативы. При расчетах учитываются в том числе тип благоустройства, населенный пункт, количество этажей в доме. Вариаций более 2000, единой формулы нет. Исчерпывающую информацию можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства. Теперь здесь принимают граждан еще и по пятницам. Алина Чемерес, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Самарская область заняла восьмое место в России по трансграничным переводам. Какую сумму жители региона перевели за границу в течение года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня чуть потеряла в цене. За один баррель марки «Брэн» дают 54 доллара 40 центов. Валюта подорожала. Курс доллара 56 рублей 43 копейки, евро 60 рублей 8 копеек. Золото стоит 2250 рублей, серебро 32 рубля 81 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 30 копеек. Роскачество проверило отечественные томаты. 12 из 19 проб оказались напичканы пестицидами. Ведомство предложило Россельхознадзору принять меры. Правительство страны выделит 10 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Дополнительные средства получат 49 регионов. А Самарская область заняла 8 место в России по трансграничным переводам. По итогам прошлого года за рубеж жителей области отправили почти 200 миллионов долларов, сообщил Центробанк. На этом все. Удачи в делах. В тепле и сухости условия проживания жителей еще двух домов в Самаре стали комфортнее. По программе капитального ремонта привели в порядок фасад дома 126А на Льва Толстого и отремонтировали крышу в доме 137Б на Мичурино. Жители высказали свои пожелания по работам и, как всегда, к ним прислушались. Подробнее о новой жизни старых домов расскажет Марианна Мирная. В квартирах на последнем этаже в этом доме на Мичурино в любую непогоду случался потоп. Жители били во все колокола и, наконец, по программе капитального ремонта крышу привели в порядок. Испытания зимой она достойно выдержала. Снимали всю крышу, после настилали нам сначала эту гальку, потом заливали битумом, потом уже опять чем-то там открывали. И два слоя вот это. Но зима у нас прошла очень хорошо. Сливы не было. У нас этот стёк сделали. Ну, всё нормально пока. А этот дом на улице Льва Толстого был построен сто лет назад. И до того, как фонд капитального ремонта им занялся, он выглядел весьма плачевно. Теперь же фасад очистили от пыли, заделали швы, провели гидроизоляцию и утепление. А затем покрыли поверхность декоративной штукатуркой и водоотталкивающим составом. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал, по стенам трещины, вся штукатурка практически была отвалена. Трещины очень глубокие. Мы даже хотели его снять как аварийный дом, но сказали, надо его восстанавливать. Сегодня большое внимание уделяется ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Это делается для того, чтобы предотвратить опасность аварийного обрушения и сделать проживание собственников в доме более комфортным. Когда заходим в такие объекты, мы с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят. И, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели и с соответствующим качеством. В региональной программе капитального ремонта в регионе уже привели в порядок более 2000 домов. Выросла и собираемость взносов. Она уже почти достигла 100%. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Школе Ектылык 20 лет. Юбилей отмечает учебное заведение, в котором дети углубленно изучают татарский язык и литературу. В нем сохраняются и передаются основы татарской культуры. К юбилею в стенах школы провели межрегиональную научную конференцию, посвященную вопросам этнокультурного образования. В честь юбилея школе подарили новый автобус, а завершился праздник ежегодным фестивалем детского творчества «Поют татарские дети». Зная свою культуру, свои песни, мы воспитываем подрастающие поколения. Мы воспитываем их не только любви к своей нации, не только к своей культуре. Мы приучим их и воспитываем любви ко всем народам, которые проживают вместе, в соседях, в соседнем подъезде, в соседнем доме. Самая главная задача подобных фестивалей в нашем городе – это объединение всех народов, проживающих в нашем городе. Объединение культур, умение находить себя в жизни многонационального города, умение включаться в эту структуру и осуществлять общие задачи. Далее коротко о других событиях дня. Директор ПАО «Салют» Николай Парола был застрелен из оружия, зарегистрированного на него самого. Речь идет о карабине. Также стало известно, что никаких предсмертных записок Парола не оставлял. Сейчас проверяется вся важная информация, выясняется, были ли у него проблемы или конфликты, проводятся экспертизы, отмечают в Следственном комитете. Вероятно, что проверку по факту его смерти продлят до 30 суток. После окончания проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. По основной версии силовиков Николай Парола, 31 марта мог покончить с собой. Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. На некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды. В целом, обстановка спокойная. На следующей неделе в дневное время возможно потепление до плюс 13 градусов. Максимальные снегозапасы на реках в 2017-м выше прошлогодних вдвое. Однако текущий уровень воды на Куйбышевском водохранилище ниже значений прошлого года на 2 с лишним метра. Международный аэропорт Курумыч расширяет карту маршрутов города ближнего зарубежья. Анонсирован новый рейс из Самары в Армению с 26 апреля. Начнутся полеты во второй по величине город этой республики – Гюмри. Прямые регулярные рейсы будут выполнять один раз в неделю по средам. Перевозить пассажиров будут на Боингах 737-500. Ранее Армения была представлена в расписании Самарского аэропорта только прямыми рейсами в Ереван. Группы поддержки спортивных команд собрались в Самаре, чтобы выяснить, какая из них самая профессиональная. Соревновались в двух дисциплинах – акробатика и танцы. Кто стал чемпионом Самарской области, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Мария Сафронова в группу поддержки «Виктория» попала случайно. Подруга пригласила. Команда готовилась к очередным соревнованиям по чирлидингу, и в составе не хватало одной спортсменки. Мария на тот момент успешно занималась танцами, и поэтому быстро влилась в коллектив. Сегодня Марии цель одна – выиграть областной чемпионат. Программа каждый раз новая. Она не может повторяться, так как спортсмен должен расти, и, соответственно, у него должны быть какие-то новые, более сложные элементы в новой программе. Чирлидинг – спорт молодой в Самарском регионе. О нем впервые узнали пять лет назад. Тогда была одна команда в Самаре и одна в Тольятти. Сегодня на чемпионаты первенства области приехали более полсотни спортивных коллективов. Возраст участников от восьми лет и старше. Дисциплин две – акробатика и танцы. Мы всегда надеемся только на победу. Хотим представлять честь нашей области на чемпионате России, участвовать в чемпионате мира по футболу, естественно, быть официальной группой поддержки. До чемпионата мира по футболу 2018 чирлидерам скучать не придется. Тренировки, выступления в перерывах во время футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей. А еще четыре раза в год выбирают лучшую команду поддержки. Один из турниров – как раз чемпионаты первенства Самарской области. Когда мы начинали, мы приглашали большое количество участников из других регионов. Но сейчас для нас в приоритете – это наш регион. То есть уже здесь чирлидинг достаточно развит для того, чтобы мы могли проводить соревнования чисто с нашими командами. Поэтому мы расширяем географию до сел Самарской области. И такая популярность американского вида спорта среди самарской молодежи неудивительна. Чирлидинг объединяет в себе несколько дисциплин – гимнастику, акробатику, танцы и элементы шоу. У каждого вида спорта есть своя стезя. И чирлидинг может развиваться совершенно самостоятельно. А то, что взаимозаменяемость – два красивых вида спорта, два очень эстетических – да, наверное, конкуренция есть. Титул чемпиона Самарской области по чирлидингу в дисциплине «Чир-данс фристайл» выиграла тольяттинская команда «Соул Тим». Самарская «Виктория», где выступает Мария Сафронова и еще один столичный коллектив «Грация» заняли, соответственно, второе и третье места. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»